здравствуйте дорогие друзья это сетевое вещание редакции газеты вечерняя москва я руслан орехов его ведущая в этой программе мы разговариваем о чем-то интересному и стараемся коснуться хотя бы чуть-чуть прикоснуться к вещам которые не знали до сих пор сегодня у нас в гостях ирина михайловна кириченко профессор кафедры от ириноларингологии российского университета дружбы народов главный от ириноларинголог международного медицинского центра он клиник здравствуйте ирина михайловна вообще от чего вымрет человечество да или что его может спасти потому что когда-то кто открыл забыл сейчас кто открыл пенициллин флеминг ему дали нобелевскую премию это был гигантский прорыв человечество стало менее зависимый от инфекции и все было хорошо но сейчас уже ситуация кардинально изменилась безусловно так еще флеминг достаточно чуть поближе достаточно давно еще в сороковом году когда была исцелена первая девушка была на балерины она должна потерять ногу но при применении пенициллина к великому счастью она не потеряла эту ногу и осуществил свою мечту тогда еще флеминг говорил о том что антибиотики нужно применять только тогда когда речь идет о смерти или жизни человека мы немножечко ослабили вот эту бдительность свою потому что знаете бактерии были до того как мы жили на земле нас не будет и они бактерии грибы вирусы они останутся и будут здравствовать как говорится но смотрите давайте так человечество ведь как и не вымерло до 1940 года вот а тем не менее эпидемии всякой все бактерии были то есть за счет чего мы не вы не умерли и а дальше вот эта ситуация почему прежде всего это иммунитет да который присутствует да иммунитет у нас есть клеточный и гуморальный то есть это антитела которые вырабатывают любые любимые слова нового поколения монологов антитела вырабатываются против определенных заболеваний потом антитела могут как бы уменьшать свое количество но остается еще клеточный иммунитет то есть память организма о том что он встречался с определенной бактерией и эти люди там был так как говорится естественный отбор то есть умирало очень много людей в младенческой была очень высокая смертность смертность в юношеском возрасте распространение различных заболеваний и человечество можно сказать оно не жил оно выживало за счет большой достаточной рождаемости но то что не делало нас мертвыми дел 135 нас сильнее да то что не убивает нас делает нас сильнее совершенно верно то есть был генетический отбор тех как бы генетических генетической информации который способствует выживание человека в условиях при отсутствии антибактериальных каких-то препаратов хотя можно сказать что антибиотики были если как сконцентрированы Вот пенициллин, да, но по идее антибактериальные препараты, они содержатся и в других, как бы растительных, раньше достаточно пользовались. Ну, ивовая кора, аспирин, это и то же самое. Да, это тоже противовоспалительные препараты, которые даже... А воспаление у нас вызывает все-таки инфекция, правильно? То есть они боролись инфекция? В основном воспаление может быть и как бы неинфекционное, но в большинстве случаев все-таки это инфекция. И до антибиотика у нас там был там стриптоцит и всякие такие штуки, которые... Была карболовая, карболовая кислота, да, карболка знаменитая, карболка, был стриптоцит, были йодосодержащие препараты. Это наружные какие-то? Да, это наружные, да, в основном. И хирургия у нас была, конечно, главное разрезать и выпустить, то есть гной, то есть не было реконструктивной в основном хирургии, была хирургия на выживание. Очень родующие достаточно, потому что были очень большие... Главное, иссечь ткань, не дать возможности развиться гангрене, некрозу и так далее. А там уж как... А там как боженька, да, пошлет, точно. Хорошо, и вот у нас появились антибиотики, которые даже их открыватель говорил, что типа это атомная бомба, но и так для себя, и используем в крайних случаях. Но мы их использовали не так. Дело в том, что сначала мы их использовали очень аккуратно. Даже было поколение врачей, которое выросло вместе, поколение с Ленингом, которое очень было трудно доказать о том, что действительно оно работает. Потом все это было поставлено на промышленные основы, появились фармкомкани, компании, соответственно, которые эти антибиотики достаточно в большом количестве производили. И применение их стало оправдано, потому что очень хорошие результаты получились. То есть сначала думали, вот это наша как бы сила, вот мы сейчас вылечим, но потом вдруг у нас появились грибы, которые никуда, собственно говоря, и не девались. Но когда мы действуем антибиотиком, он ведь не селективный. То есть если антибиотик есть, он действует на всю флору. И на положительную флору, которая как бы влияет на положительные качества организма, и на отрицательную. Дело в том, что мы рождаемся стерильными, да, вот считается, родился ребеночек, и заселение происходит в первом году жизни, даже первый месяц жизни. Заселение кожи, слизистых оболочек, кишечника, заселение бактериями, которые наши друзья, синергисты, в которых мы находимся в симбиозе. А антибиотиками мы выкашиваем все? Мы все выкашиваем антибиотиками. И на место тех бактерий, которые хорошие бактерии, и их у нас перестает быть, кто это место быстренько займет? Патогены, или условные, которые сидят в тихушнике, сидят потихонечку, их мало. Доброкачественные флоры, их немножечко как бы… Можно из сериала снимать, да. Да, можно даже снять сериал по этому поводу. Им не дают размножиться, но как только нет прессинга на них, они сразу начинают размножаться. Хорошо. Ну, смотрите, я просто из этой ситуации, я из тех людей, которые относятся к антибиотикам с недоверием, вообще к таблеткам в принципе, и к антибиотикам в частности. Но я знаю людей, которые… Ну, как сказать, пропить антибиотики, температура поднялась, пропить антибиотики. То есть это… И, насколько я знаю, это сильно изменило вообще в принципе наше взаимоотношение с микромиром. Да, это действительно сильно изменило. Дело в том, что бактерии, они, если человеческая жизнь длится, да, сейчас уже где-то подходит к 80-90 годам, в лучшем случае, то бактерии, они быстро живут и быстро размножаются. И приспосабливаемость к нашим, как бы, рычагам воздействия достаточно большая. То есть бактерии приспосабливаются. Они образуют биопленки, они вырабатывают специальные ферменты, разрушающие антибиотики. И есть уже серия бактерий, на которых не действует ни один антибиотик. Эти бактерии тот же самый… Ни один известный, но, может быть, мы еще поработаем, поработаем. Бигфарма-то не стоит. Известный антибиотик. Что же получается? Для того, чтобы фармкомпания изобрела один эффективный антибиотик, нужны миллионы долларов, евро и большое количество времени. За короткий период времени, как вот только антибиотик создан, быстренько происходит увеличение резистентности. И он уже становится неактуальным. То есть получается, за последние десятилетия ни одного нового антибиотика, класса нового антибиотиков не создана. – Сейчас, смотрите, но пенициллин действовал годы и десятилетия, да? А сейчас сколько живет антибиотик? – Антибиотик, ну, грубо говоря, сейчас, например, в Турхе, вернее, макролиды – это азитромицины, его производные, да? Достаточно быстро сейчас, так как чем чаще применяется антибиотик, тем быстрее к нему резистентность. Вот сейчас в Европе, например, да и в США фактически этот антибиотик выбит был. Он хороший, он работает, он накапливается, он работал, накапливался в легких. Малый курс применения – это очень хорошо. Но вот перестали к чувствительности к нему быть, потому что очень многого назначалось антибиотикам. – И сколько времени? Ну, сколько на это уходит? Год, два года, пять лет? – Это больше, чем. Где-то более пяти лет. – То есть, условно говоря, там Бигфарм старается тратить миллиарды, а через год она уже должна создавать новый антибиотик, потому что этот уже не работает. – Хорошо, тогда мы все умрем или у нас есть какой-то выход? Сейчас я хочу предложить один вариант. Так называемый цыганский иммунитет. То, что вот это вот, деточки сейчас ведь берегут от всего, да, ручки помыть, вот это вот, не трогай. А то, что называется цыганский, это вот, типа, вот если ребенок вот копается в луже, вот это тащит в рот всякую дрянь, то заодно он и укрепляет свой иммунитет. Это выход, может быть? – Ну, я могу сказать так, что, в принципе, в стерильных условиях детей держать не нужно. Это плохо, потому что существует коллективный иммунитет, он должен формироваться, и ребенок не будет же сидеть в закрытых стенах, он выйдет в мир и видит, как часто он начнет болеть, потому что он до этого не контактировал. – Ну как, это история, ну как-то, этих самых детских садов. – Да, история детских садов. – Мы отправляем его, через неделю он болеет, потом опять отправляем, через неделю забираем. – И это происходит бесконечно. Это неправильно, но делать так, чтобы ребенок тянул в рот все, и, скажем так, нужно соблюдать элементарные правила санитарно-эпидемиологические. То есть после туалета ребенок должен уметь, значит, нужно мыть руки, что нельзя целовать кошку, что как бы с улицы, которую он тащит, как бы, ну… – Сейчас вот это, как это ее, как это не целовать кошку? – Ну вот так, но… – И собаку не целовать, и свинку морскую не свою. – Ну, скажем так, если у вас свинка, ваша морская, живет у вас в клетке, и то вы не уверены, чем она больна, с одной стороны, я имею в виду животных, которых с улицы приносят, например, непроверенных животных. – Ладно. – Обязательно мыть фрукты и овощи перед употреблением. Это элементарно. – Хорошо. – То есть это такое простое. – Ладно, но, тем не менее, это вот некий такой палеотиф, а вот есть ли какие-то надежды у человечества? – Но сейчас открывается, скажем так, это не открывается, мы открываем закрытые когда-то, ибо на стыке 20-го и 19-го веков были выявлены такие, даже раньше говорили о том, что это живое или неживое, спорили, бактериофаги. Это вирусы, маленькие вирусы, которые способны быть оппонентами бактерий, так как бактерии были до нас, да, и они, почему они не размножились и не поглотили весь мир? Потому что у них есть естественные враги. Это, то есть, враг моего врага – мой друг, получается. – Сейчас поговорим об этом, да. – И эти вирусы были выявлены в природе, была выявлена вода из Ганга, где много всего, в том числе, оказывается, эти вирусы. Они, попав на чашку Петри с бактериями, образовались проплешины в них, и заинтересовались ученые, французские ученые, что же это такое. – Но потом плесень, та самая пенициллиновая, она вырвалась вперед. – Но это было до того, как… Дело в том, что здесь, опять же, это не оправдало надежды человечества. Они стали выявили их, стали применять против… Здесь селективность, то есть, конкретный факт против конкретной бактерии. – А, то есть, надо вот это взять конкретную, вот эту бактерию, куклюш – это бактерия, дизентерею, амебу эту, взять конкретную вот эту вот фагу и вот соединить их. Тогда один съезд другого. – Надо просто сделать так, чтобы… Ну, это в идеале, конечно, но, в принципе, есть набор генетических фагов, которые против конкретных видов конкретного бактерий действуют. Но человечество стало вдруг применять его при болезнях нервной системы, при заболеваниях, которые совершенно не лечатся бактериофагами. – А зачем? Нет, подожди, мы сейчас перескочили, какой-то огромный… – Это была какая-то панацея, то есть, бактериофаги пошли хорошо при инфекционных, тогда не было антибиотиков, ура, ура, мы нашли средства, и их стали применять неоправданно. И не получили положительного результата. И поэтому, я считаю, ну, это всё ерунда, это был вот такой момент. – Ну, тогда и радиации лечились. – Ну, вот, да, тогда и радиации лечились, и спали, как бы… – Хорошо, ладно, и сейчас, возвращаясь, вот, ну, зайдя в некий такой тупик с антибиотиками, мы возвращаемся к бактериофагам? – Вы знаете, это очень интересное, в США есть такое очень интересное выражение, это орфанные лекарства. Есть орфанные заболевания редкие, один на миллион, да, когда применяются, а у них теперь есть выражение орфанные лекарства, то есть, это редкие лекарства, которые применяются при исключительных случаях. Вот когда всех антибиотиков пролечили… – А, значит, что-нибудь такое, красное вино, вот это вот, такого-то года, вот это для знатоков, да. – Да, 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 и у них… Дело в том, что все страны бывшего социалистического лагеря, они оказались оплотом бактериофагов, потому что у нас, в Грузии, в Германии, в Институте Коха, у них это сейчас развивается, потому что, в Берлине конкретно, потому что у них были генетические, вот эти вот, как бы, чистые генетические линии бактериофагов, у них, и у нас, и в Грузии, и у нас большой опыт применения их. – А зачем мы тогда это делали? – Тогда это мы… У нас Гамалея, Николай Федорович Гамалея, который… – Имени которого теперь институт, имени которого теперь… – Да, 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 в 1898 году выявил лизин, то, что выделяют бактериофаги, и что разрушает бактерии. И, конечно же, наши американские братья, как говорится, по оружию забыли о том, что у нас существует… был Гамалея, и они сейчас говорят о том, что они тоже используют этот лизин, что они в 90-х годах, как бы, его вновь открыли и стали его использовать. То есть они используют не сами бактериофаги, а продукты, их жизнедеятельность для разрушения клетки. Так называемые природные антибиотики, они так их назвали. Или орфанные вот эти препараты. Они сейчас их не могут применить, так как у них очень сложные в плане юридическом, вот как бы, и в плане исследовательском, на основе фундаментальной, – Признание лекарств и лекарствам. – Да, 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 чтобы признать это лекарством. Они это применяют именно в конкретных случаях, когда ничего не действует. Да, мы можем конкретному больному взять бактерию, против нее создать генетических бактерий, его фах, и это работает. И своего опыта я… – Сколько же это стоит, извините, вот сколько стоит под конкретную бактерию, не буду говорить, под конкретного человека создавать? Это фактически лекарство каждого персонально в этот момент. – Это индивидуальное лекарство в тяжелых случаях. Но я хочу сказать, что, в принципе, конечно же, если мы говорим о чистых генетических линиях, это большая работа. Я не могу сказать конкретно, сколько это стоит в эквиваленте, там, долларовом или рублевом, но могу сказать, что это достаточно дорогое удовольствие. – Ну, думаю, да. – Но если мы говорим о масштабных, как бы, производстве этого лекарства, то мы можем это себе позволить в плане того, что здесь нужно очень хорошо один раз, как бы, вложиться, чтобы получить генетическую чистые линии, чтобы это контролировать, и потом производство уже может встать на поток. – Это будет все-таки живой вирус, понимаете? – Это живые, они живые, они живые, они не работают. – Сейчас, секундочку, вы так говорите, они живые, они живые. И тут, знаете, моя паранойя начинает играть во всех цветах, конечно. Значит, мы убиваем бактерий, которые все-таки не смогли нас убить, и выпускаем, и начинаем употреблять внутрь… – А теперь фишка бактериофагов фишка. – Да, начинаем каких-то маленьких, еще меньших друзей, которые… – Они живут только, если это чистый, это вирулентный бактериофаг, то есть это бактериофаг генетически выведенный против конкретной бактерии, это убийца. – Который мутирует еще быстрее, чем бактериофаг? – Он не мутирует, вот в том-то и дело, что он внедряется, впрыскивает себя, у него есть рецептор, он распознает конкретный вид бактерий, вот стриптококок, например, стриптокококовый бактериофаг. Он распознает его, впрыскивает свой генетический материал и заставляет бактерию воспроизводить на, как бы, в области, не свое ДНК, ДНК свое. – Потом вирусы в клетке собираются и лизируют бактерию изнутри, бах, и пошли дальше искать и эту же бактерию. Бактерии кончились, вирусам негде размножаться. Что они делают? Они покидают наш организм. – Прям сказка. – Это не сказка, это работает. – Хорошо, вы мне это продали, но вот какой у меня вопрос. Смотрите, когда начинается вот эта осенне-зимняя вся эта ерунда, и у нас вариант врача написать ОРВИ или ОР, как это, вот когда просто простуда, не вирусная, а какая у нас еще есть? – Она вся вирусная, простуда, я хочу… – Нет, нет, а, ну, знаете, еще хорошо… – ОРЗ, ОРВИ. – ОРЗ, ОРЗ, вот это вот. – Ну, скажем так, это эквивалент фактически. – То есть, значит, во-первых, от вирусов это нам не помогает, но нам и антибиотики от этого не помогали, да, так что здесь… Но, тем не менее, смотрите, я правильно понимаю, чтобы для того, чтобы лечить конкретную, условно говоря, эту самую, забыл слово, амебу, дизентерию, я должен все-таки вот под конкретную эту амебу, вот это иметь бактериофага, не то, что вот этот вот у нас бактериофаг, он создан для дизентерии в принципе. – Нет, есть бактериофаги, которые созданы для дизентерии в принципе, для холерных вибрион, для энтеритов, которые поражают кишечник, для синихнойной палочки, для клепсиелы. У нас созданы бактериофаги, у нас работают как бы заводы, у нас есть своя методика. Есть бактериофаги жидкие, сейчас стали делать бактериофаги в геле, то есть они там более стабильные. – Да, он же живой должен быть, он должен шевелиться. – Они хранятся в холодильнике, но гелиевые формы позволяют хранить их до 25 градусов при комнатной температуре, и там дозатор, то есть мы можем дозировать. Или можем их ингалировать в ингаляторе, то есть они могут поступать и в верхние дыхательные пути, их можно в полости, орошать им полости, в область носа, так как я утериологолог, мы обычно применяем их в полости носа, полости гортани, ротоглотки, в общем, при всех наших заболеваниях. – Смотрите, ну та же полость, ротоглотка, и там вот что-то такое, покраснение пошло, и что-то там… Я не специалист, вы специалист, но я думаю, что там вариантов, почему пошло покраснение, много разных может быть. – И безусловно. – И тех самых возбудителей тоже много разных. Соответственно, вот уровень теперь нашей поликлиники, когда, скажите, а, ага, вот, если раньше там давали антибиотики, которые действовали на всё, да, условно говорят, то теперь надо взять мазок, значит, это вот положить его, понять, кто конкретно, сколько, какая пропорция, и вот конкретно этого бактериофага туда. – Нет, если мы имеем в виду вирусную инфекцию… – Не вирусную, бактериальную. – Нет, если мы имеем бактериальную инфекцию, есть тоже разные бактериальные инфекции. Если это ангина, стрептококковая, есть критерии центра, так называемые, и стрептотесты. То есть если есть стрептококковая ангина без антибиотиков, к сожалению, нам не обойтись. Бактериофаги могут вместе с антибиотиками применяться как препараты, которые протектируют тоже. Но если мы имеем стрептококковый тонзилофаренгит, острый, особенно у ребёнка, мы обязаны назначить ему антибиотики. Это есть определённые критерии, которые можно, скажем так, без ожидания. Мазок надо взять, если мы сомневаемся. Мы должны исключить, безусловно, дифтерию, мы должны исключить стрептококковый. При других формах, если это исключён стрептококковый как бы тонзилит и дифтерия, мы можем применить бактериофаг эксювантибус, то есть есть поливалентные бактериофаги, где есть все бактерии, поливалентные бактериофаги. А, то есть их там много разных. Много разновидностей, которые применяются при заболевании коктейль, да. Комплексные бактериофаги называются. От многих болезней есть. Хорошо. Ладно, тогда да, потому что меня беспокоит именно уровень поликлиники, где, ну, смотрят, ну, просто вот красное горло, там, условно говоря, конъюнктивит, но я подозреваю, что возбудителей много разных, там, и в носу, и сопли могут изоевать. Они могут быть нам помощниками, то есть они при назначении антибиотиков и даже при вирусной инфекции, если на вирусной инфекции... Тогда, извините, я уже немножко тороплюсь, но тогда насколько это действительно решение проблемы того, что антибиотики теряют свою действенность? Вот прям вот... Знаете, потому что тут можно вспомнить, вот мы же говорили так когда-то, и о гомеопатии, которая тоже добавляет и снижает вот это количество антибиотиков, которая... И это, и там, и здоровый образ жизни, и прогулки на свежем воздухе, но всё равно будем гасить антибиотиками, лечиться будем всё равно антибиотиками. Нет, здесь мы говорим об острых процессах или обострении хронических процессах. Это две разные вещи. Если острый процесс, выраженный интоксикацией и гнойным, как бы, таким, гнойными выделениями и угрозой жизни пациента идёт, то тут, безусловно, назначение антибиотиков всё-таки в приоритете, потому что у нас везде, в наших всех документах они прописаны. Если мы имеем в виду хронический воспалительный процесс, обострение хронического воспалительного процесса, он постоянно присутствует, постоянно высевается потаенная хлора. То есть мы можем хроников сделать, дать им нормальные живопожители? Можно, возможно, сделать так, что мы можем их вылечить. У меня были пациенты с синегнойной палочкой, который не лечился ни одним антибиотиком. Последний был, который чувствительный был, вторхиналон. И пациенты прошли 11-12 курсов антибиотиков. У них уже не было иммунитета. Полный дисбактериоз. Мы восстановили флору и использовали бактерию фаги. Это длительный процесс. Это не волшебная таблетка. Но они избавились от синегнойки. Хорошо. Вопрос. Вот вы говорите, у нас есть и есть такое. Уже я понимаю, что это, в общем-то, некая такая общая практика. И я тогда опять возвращаюсь на уровень нашей поликлиники, потому что я не сомневаюсь, что на кафедре от риноларингологии Российского университета дружбы народа с этим разберутся. А разберутся ли с этим в поликлинике? Ну, знаете, это начало пути, скажем так. Потому что у нас не так много сейчас. Как бы даже не видим, в каждой аптеке купишь бактерию фаг. Раньше достаточно много. Нет, знаете, для меня оптимистично звучит, что в каких-то аптеках можно купить. Конечно, безусловно. Хорошо. Дело в том, что у нас в поликлинике сейчас пришли, как бы, такое поколение врачей, которые не очень-то в курсе. Потому что раньше об этом говорили, раньше даже и ликбез был, и все. Но я так думаю, что это впереди. Да, нужно это развивать, нужно научить сначала докторов не назначать антибиотики тогда, когда это не нужно, и потом научить их, как работать с бактериофагами. Как вы думаете, завершение разговора, бактериофаги, эти препараты может постигнуть та же судьба, когда люди начнут лечиться, как они сейчас лечатся антибиотиками, закидываются, и так они будут теперь послушать нас. Может, может. И к чему это приведет? Что характерно, такая судьба уже некоторые бактериофаги постигла, когда их активно применяли. Но оказывается, выявилось, что когда наступает резистентность к бактериофагам, уменьшается резистентность к антибиотикам к бактериям. А, то есть бактерия не может биться на два фронта, что ли? Там изменяется, да, не может биться на два фронта. Такие работы тоже есть, но это тоже все научная разработка. Тогда, на ваш взгляд, вот сейчас, да, вы говорите, врачи еще не в курсе, но это практикующие врачи. А вот, в принципе, сам подход, насколько это может говорить сенсация, новинка, насколько он сейчас, в какой стадии этот подход чисто научный? Чисто научный подход в нашей стране, он развивается активно, и думаю, что будет развиваться, потому что мы одни из, как бы, родоначальников. Что касается на Западе, этот подход сейчас тоже очень активно развивается. Я нашла более, за последний год, более, за вот 19-й, я имею разработку новых форм, очень большая, потому что у них резистентность колоссальная по сравнению с нашей страной и вообще с Европой. То есть, потому что они богаче и ели больше антибиотиков. У них просто другого нет, как бы, лечения, как только назначить антибиотики, в любом случае, это страховая медицина, это огромные, как бы, деньги. А мы можем над картошкой подышать, ноги попарить, банки поставить. Поэтому мы непобедимы. А вот почему мы непобедимы. Хорошо. Ладно.